Почему нас иногда мучает бессонница? И почему мозгу становится сложно перейти в спящее состояние? Что можно сделать в домашних условиях и какие способы станут самыми эффективными в этом случае? Досмотрите наш выпуск и вы обязательно узнаете ответы на все эти вопросы. Бессонница – это одно из расстройств функционирования центральной нервной системы, при котором человеку, несмотря на явную усталость, не удается уснуть. Почему это происходит? Всем нам свойственно привычкам мысленно прокручивать основные события дня, анализировать их. Если они были в целом положительными, нервная система не испытывает чрезмерного перевозбуждения, а человек засыпает. В других случаях негативные эмоции мешают отвлечься от мыслей. Занятый мозг не может перейти в спящее состояние, поэтому лучше всего научиться останавливать ход подобных мыслей. Что еще требуется телу для нормального сна? В первую очередь, это обстановка. Для выработки мелатонина, гормона сна, синтетический аналог которого используется и в снотворных таблетках, необходима максимальная темнота. Поэтому в комнате следует создать такие условия. В частности, работающий телевизор, ясное небо и белые ночи, уличные фонари – все это может быть причиной бессонницы. Поэтому рекомендуем купить или сшить плотные занавески на окна. В частности, теперь в продаже можно встретить ткани с черной нитью между волокон. Такие намного лучше задерживают свет. Но даже при выполнении всех этих условий, наш мозг может самостоятельно производить некое подобие галлюцинации в виде слуховых и зрительных раздражителей. Для него нормальное состояние – это постоянная работа. Даже во сне он не отключается, а занимается анализом прошедшего дня и формирует разные сновидения. Причем вам наверняка приходилось видеть особенно странные сны, включая различные кошмары. Что можно сделать в таких случаях? Японский доктор Йошинори Нагумо предложил простую, но эффективную методику для тренировки мозга вовремя остановить ход мыслей и быстро перейти в сон. Спустя непродолжительное время всего два выбранных слова будут действовать подобно выключателю. Что нужно сделать? Например, сразу после укладывания в постели, принятия удобной позы, сказать слово «черный», чтобы все картинки перед глазами исчезли. Вначале это придется делать усилием воли. В дальнейшем чистка начнет происходить автоматически. Когда перед глазами не будет ничего, нужно добавить еще одно слово. Например, «выключай». Затем расслабиться и засыпать. С течением времени этот процесс начнет занимать все меньше времени. В конечном итоге вы сможете тратить на это не более одной-двух минут. Что происходит во время сна? Часть мозга, отвечающая за эмоции и память, сортирует информацию и распределяет ее. В результате некоторые моменты мы помним очень хорошо, а другие навсегда стираются из памяти. В каких случаях методика не будет эффективной? Тяжелые случаи, связанные с избытком негативных эмоций, приемом лекарственных препаратов или образом жизни, корректируются сложнее. Иногда формируется замкнутый круг. Стресс усиливает бессонницу, бессонница усиливает стресс. Поэтому вместе с практикованием описанной методики нужно соблюдать и гигиену сна. Ложиться спать в одно и то же время, перед этим принять теплый душ или умыться. Хорошо проветривать комнату перед сном, в вечернее время избегать активных занятий. Чаще всего бессонница становится следствием различных стрессов. Тяжелые случаи могут потребовать даже рецептурных успокоительных. Но это ни в коем случае не значит, что их придется пить всю оставшуюся жизнь. Рано или поздно негативные эмоции ослабнут, и от препаратов можно будет отказаться. Что еще можно предпринять? Для тренировки тела рекомендуются методики аутотренинга. В частности, максимальное расслабление тела. Начиная с кончиков пальцев на ногах и заканчивая макушкой на голове. Все мышцы должны в итоге полностью расслабиться, а дыхательный ритм стать ровным и спокойным. Такая практика также помогает засыпать в самые кратчайшие сроки.